Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжается у нас детский чемпионат. Среди молодых футболистов в синих футболках команда «Строитель». А в «Манишках» играет «Хамас» и это забитый гол в самом начале. И подсказывает организаторам турнира о том, что нужно судье быть повнимательнее и просвистеть офсайд. Комментирует эту встречу Никита Гурьянов. Прошу прощения, немножко я запоздал. Маршрутки делал такое. А здесь опасный момент еще один. На опережение здорово действует защитник. И можно выбежать в контратаку. Обыгрывает одного, седьмой номер. Но дальше у него на пути встречается защитник. Ставит корпус. 44 номер. Гатаулин. Передача в центр. Хорошее взаимодействие. Мяч на фланге. Можно дальше защить. Передача чуть не получается. Но со второй попытки получил. Светкий мяч в страфную доставить. И здесь ребята поборются. Прострел. Там никого не оказалось. И Родер побежал за мячом. Череда замен у футболистов КамАЗа. Комментариев я пока ваших не вижу. Пишите ваши прогнозы. За кого болеете, кого поддерживаете. Отметим, прочитаем. И пустим это в эфир. Если это не маты, конечно же. Команда КамАЗ сейчас в атаке. К сожалению, нет у меня состава. Думаю, сейчас что-нибудь придумаем с этим моментом. И мне скинуть составы. Сейчас от обороны начинает. Команда «Строитель». Пытаются, ведь они из-под плотного прессинга. Передача в центр не точно. Мяч у десятого номера. В подкате здорово стелится игрок КамАЗа. И не дает выйти со своей половины поля. Активно напрягают своих противников в данный момент. Игроки КамАЗа. И игрокам «Строителям» очень тяжело выходить из обороны. Но раз за разом у них это получается. Ну, не раз за разом, а через раз скорее. Вот, Марат, быстрее. Зага отскочи, Зага есть, Зага есть, Зага есть. Передача в центр Саута. Гаязов. Ошибается. Кто на подборе? Можем убегать. Передача вперед. Очень много борьбы в центре поля. Зачем ты мяч у него отнимаешь? Иди в атаку. В атаке КамАЗ. Удар по воротам. В штангу попадает. Мяч. Вратарь забирает в руки все-таки. Это было очень опасно. Здорово. Развивается атака на левом фланге. И в последний момент мяч выбивается защитником. И нейтрализуется опасность у ворот КамАЗа. Пока по моментам КамАЗ впереди. И не хватает только голов пока что. Думаю, эти головы несомненно придут. С моментами, с ударами, с подходами точно придут. Очень много. Ну, наверное, не очень много. Но человек, вот вижу я, 15 на трибунах сидит. И активно поддерживает своих юных футболистов. Тем временем угловой для команды Строитель. Посмотрим, что они нам покажут. Кого-то из крыков КамАЗа он. И АУ для Строителя. Нужно будет повторить. Очень большая плотность сейчас на фланге. И остается только забрасывать в штрафную и там бороться. Николай, уйди назад, Николай. Правый полузащитник. Иди, Айнур. Иди, Айнур, а тебе ты лезешь. Ротарь на выходе уверенно играет. Передача в центр. Ты где? Центральный полузащитник. Хорош, опять в двоем. Опять в двоем. Садись сама. Меняй, меняй. Стоят на месте. Меняй, масштаб. Рома, Рома, опять не успеешь, Рома. А он такой-то не может принять. Иди сюда. Дай ему низу. Он обычный не может принимать. Ты ему верхом дай. Продолжается у нас футбол. Послушал я небольшой, так скажем, спич от тренера-строителя. И, в принципе, с некоторым... Согласен я с этим монологом о том, что передачу нужно отдавать низом, точным, в ножку. Тем не менее, КамАЗ в атаке. Тоже большая плотность. Думаю, сложно будет что-то придумать. Тихона в атаке. Получилось у него зацепиться. Снова Тихонав. Убегает во фланг. Смещение в центр. Там четвером буквально у него мяч отбирают. И на подборе игрок строителям. Разворачивается второй номер. И потеря мяча. В атаке игроки КамАЗа. Под прострел такой штрафной. Вратарь выходит из ворота и забирает мяч. Перевод на правый фланг. Здесь Юман Гулав. Юман Гулав здорово обыгрывает между. И там на подстраховке партнер хорошо действует. Передача в центр напрашивается. Там совершенно один игрок строителя. Он получает мяч. Хоть одного, он там второй. Мяч где? Где мяч? Мяч штрафной. Хорошая передача. Можешь забивать удар. И еще нет. Вратарь все-таки забирает мяч. И был уже готов выбивать. Но тренер попросил взять паузу для того, чтобы произвести замены для своей команды. Тихонов появляется на поле. Здесь опасный момент уже у Камаза. Удар, гол. 1-0. Что ты стоишь, Юман Гулав? У тебя игрок, ты с открытым вздом. Здорово сейчас прошла атака. Он спокойно не принимает. Посмотрим мы с вами на повторе, как же это произошло. Сначала мяч угодил в перекладину. И после перекладины с отскоком мяч попался игроку Камаза. И он уже в пустые ворота забивал гол. Здесь здорово. Можно забивать. Юман Гулав катит на пустые ворота. Защитник справляется, перехватывает. И передача во фланг. Здорово. Здорово. Можно забивать. Удар. Заблокировали этот выстрел угловой. Можно с вами наблюдать. Думаю, с таким футболом интересным. Ждут нас сегодня очень много голов. Прострел вдоль ворот. Защитники справляются. Кто на подборе. На подборе игрок-строителя. Выбивает он мяч. А здесь можно убежать в контратаку. Но нет. Справляются игроки-строители. Можно дальше что-то придумывать. Пока борьба в центре поля. И нужно взять кому-то из команд мяч под контроль. Наверное, такое самое интересное дерби в набережных Челнах КамАЗ против строителя. Вечное противостояние футболистов, тренеров. Помню я еще по своей молодости. Футболисты КамАЗа всегда были посильнее чуть-чуть. И стоило большого труда нам выигрывать КамАЗ. Здорово. Второй номер действует. Хороший контроль. Сейчас показывают игроки-строители. Ты зачем закрываешься? А? Тихонов в оборону пришел поддержать своих партнеров. Пустые ворота. Нет, там вратарь. Зажигается свеча. И здорово убегает второй номер во фланг. Ширины поля, к сожалению, не хватает игроку. Здорово убегал во фланг. Но чуть-чуть не повезло. Так, смотрим ваши комментарии. Может быть, что-то уже написали. 11 зрителей. Всем привет. Напомню, меня зовут Никита Гурьянов. И до 13.00 я сегодня с вами. Хашим, Тёмин, Миро. Это ворот для команды КамАЗ. Так, а я пока буду искать составы. Вон, Закиров, вон туда, Закиров. В паузе разыгрывается мяч. Кричат с трибуна о том, что нужно проснуться. Футболистом строителя. И забивать уже голы. Моменты есть, подходы есть. Но чуть-чуть не везет. В каких-то моментах. Иди, Николай, пока он спиной. Так, игрок спиной к вашей воротке. Это центр. Не дайте разбернуться. Может, спиной не можешь атаковать вас? Мирон, что ли вы утвердите? Нет, Мирон, это шляпа, Мирон. Сюда, сюда, дула. А что ты играет? Мирона. Ладно, думаю, составы разберем чуть позднее. Здесь в атаке строитель. Но нет у них численного преимущества. Быстро возвращаются игроки КамАЗа в оборону. И получить численное преимущество тяжеловато. Нужно, наверное, побольше обыгрывать один в один, чтобы появлялось пространство. И были варианты для действий. Дальний выстрел. Заблокировали. Воротарь выходит из ворот. Выбивает кулаками. Очень опасно сейчас было у ворот КамАЗа. И не пропустила гол. Сейчас команда КамАЗ только из-за воротаря своего. Передача во фланг. Обратная. И главой. Будем с вами наблюдать. Подача. Воротарь кулаками отбивает перед собой. Можно здесь на отбивании сыграть. Зажигается свеча. И воротарь забирает. Нет, все-таки решил понадежнее сыграть. И выбить мяч кулаками. Прострел вдоль ворот. Добивание игрока-строителя. Эта передача получилась даже. Может, косьми ложатся под этот мяч игроки КамАЗа. И не дают пробития. И убегает в контратаку. Воротарь выходит из ворот. И выбивает мяч. Здесь нарушения не было. Показывает судья. Шокир, иди сюда. Набор иди сюда. Давай, бегом. Хорошо. Опять потеря. Опять от Катаулина. Все наши не потеряем. Будем с вами наблюдать. Быстрее набор. Зага забери. Строитель. Бросается мяч в центр. Нарушение правил было. Но мяч остался у игроков строителей. Поэтому не стал свистеть. Судья этой встречи. Зага под него. Катаул, уйди оттуда. Передача в центр. Менять, меняй. Сюда, Булат. Да не надо в игрока. Ты уже не успеваешь, Булат. Перекрывай. И ошибается Катаулина в передаче. Здесь воротарь подстраховывает своих партнеров. Команда КамАЗ в атаке. Удар-поворот. Но легко справляется воротарь с этим моментом. Максимов. Появляется на поле. Здорово. Сейчас была еще одна рулетка такая. От игрока-строителя. К сожалению, не знаю его фамилию. Сохрани, Берон. Сохрани. Берон, ты как сосиска болтаешься, Берон. Вареная сосиска. Берон, оставь, Берон. Броси. Берон, спасибо. Череда замен у одной и другой команды. Вышел все-таки мяч. И аут для команды КамАЗ. Стильно бросается аут. И мяч попадает в комментаторскую будку. Смотрят на меня все футболисты и думают, что я им мяч дам, а мяч я им не дам. Все, мяч достался. Мяч вернулся в игру и можно продолжать эту встречу. Заканчивается у нас лето, потихоньку погода ухудшается. Становится холоднее и холоднее. Я уже соскучился мы по теплым временам. На рынке караван, так арбузы кидают. Миронов, иди сюда. Уловой. Для команды КамАЗ Ив посматривает на часы судья. Эта встреча, думаю, после этого стандарта прозвучит свистокный перерыв. Подача на дальнюю. Здесь можно забивать. Кто с ним играет? Подеряли сейчас, откровенно говоря, игроков штрафной строителя. И с этим заканчивается первый тайм. И продолжаем мы просмотр детского турнира по футболу. Напомню, с вами Никита Гурьянов. Встречаются две сильные команды. КамАЗ в зеленых, салатных манишках. И КамАЗостроитель в синих футболках. По первому тайму было больше, наверное, подходов моментов у КамАЗа. И ведут они со счетом 1-0. А у строителя пока голов нет. Но опасные моменты создаются. И думаю, это дело времени, пока они забьют гол. Потому что моменты очень хорошие. Как правило, такое забивается. Замена по вратарской линии у строителя я наблюдаю. Очень красивая у него форма. Юма Ангулав принимает мяч, отдает центр. И хорошая стеночка. Только чуть-чуть, наверное, не точная получилась. И аут для команды КамАЗ. Холкин появляется на поле. В атаке строитель. Но тяжело там пройти такую массированную оборону. Когда тебя как минимум 4 человека встречает. Тут как бы уж тяжеловато, естественно. ГАЯЗ, не сужай, не сужай. Там и так толпа, ГАЯЗ. Шире, шире вставь. Главой для команды КамАЗ-Строитель. Седьмой номер. Идет подавать. Подача. На подборе кто? Максимов подает мячному парню. ГАЯЗДАНОВУ. ГАЯЗДАНОВ. Казедина, прошу прощения. Во фланге. И потихонечку продвигаются. По боковой линии. Ближе и ближе к воротам соперника. Пока начало в тайм. Полностью за строителем. Осталось преобразовать все это в голы. Наверное единственное, что пока не хватает. Кого не строитель. Через дом решили сыграть. Передача во фланг. Опасно может быть. Газединов. Прострел. Защитник справляется. Но Газединов добарывается. Отбирает мяч. Идет дальше. Снова идет вперед. Все напролом буквально. И все-таки расстается с мячом. Передача в центр. Хорошая проникающая передача от Холкина. Но чуть-чуть не повезло. Тихонов появляется на поле под 57-м номером. Слева. Герон, центральный полузащитник. Снимайся здесь. Очень не ждет. Я не понимаю. Ты знаешь, мяч катится? Да, мяч. Еще идите, идите. Да еще было. Никто не встречает. Просто так катал мяч. Тихонов получает мяч с Анри Поля. Разворачивает атаку. Но там на подстраховке игроки Камазов. Зачем ты у них отбираешь мяч? Передача в центр. Здорово. Хорошая передача. Но не проходит. Воротарь вышел из ворот. Играет главой. Здесь нужно понадежнее сыграть. И все-таки справляются в обороне. Строители. И попытаются убежать в контратаку. Но не получается у них выйти из своей половины. Выше, 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 еще выше, еще. Вот, там в центр поля не заходи. Твоя задача. Зажигается свеча. И Газидинов по флангу. Набирает, набирает хоть одного. Прострел вдоль ворота Тихонова. Но там защитники справляются. Симов, иди сюда. Подача в штрафную. В атаке. Грог строителя. Пока. Второй тайм. Под их полным контролем. Газидинов догоняет мяч. Газидина смещение в центр. Чуть было мяч не перехватили. А, нет, все-таки перехватили. Прострел вдоль ворот. И угловой. Ты же первый на мяче. Айнур, останься. Марсель тоже вдвоем. Останьтесь. Самат, иди, иди, иди. Айнур, останься. Влево, 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 Айнур. Здесь Марсель. Вот так. Все, все. Подача хорошая. Воротарь выходит на ворот. Выбивает удар. Поворотом. Гоул. 2-0. Практически без момента во втором тайме. Забивает с углового игроки Камаза. Воротарь, наверное, немного подвел. Выбил прямо на ногу своему сопернику. Ну, честно говоря, не верю я в то, что команда Строитель не забьет гол. Наверное, о победе говорить пока рановато. Но о том, что гол забьют. Нет у меня сомнений в этом. Нужно будет еще раз мяч вести. Потому что по котячемуся мячу. Водить мяч в игру нельзя. И просит об этом судья встречи. Тихонов получает мяч во фланге. Играет через дом. И Тихонов по флангу набирает. Напрашивается передача в центр. Но там на перехвате здорово действует четвертый номер. Обыгрывает одного. Дает мяч дальше. Можно играть. Идет дальше второй номер. Прострел. Прострел. И нарушение правил. И здесь вратарь немного смуту навел. Сказал, что нужно ему три человека перед мячом. Но мяч-то достался вашей команде. Вратарь. Тихонов во фланг идет. Бежит. Тихонов. Передача в центр. Нарушение правил. Появляется на поле Холкин. И что-то мне подсказывает, что будет удар поворот. Удар плотный. И забивается. Гол. 3-0. Хороший выстрел. По-настоящему сильный. Но немного тут росту, наверное, не хватило. Вратарю стоило бы выбить мяч кулачками. Но все приходит с опытом. И сейчас становится 3-0. Спокойно, сзади, сзади, сзади. Спокойно, Марсел. И давай! Сверху нужно выходить. Здорово. В этом эпизоде действует. Разыгрывается со своим защитником. И дача в центр. Хорошее взаимодействие. Хороший перевод от Ранеля. Тихонав. Передача в центр. Здесь в полке. Отнимает у него мяч. Закира, ты сейчас замерзнешь, Закира. На куртку возьми, Закира. Куртку дать тебе. Ты замерзнешь сейчас. Край, Ли. Край, край, да. Хорошо, хорошо, Рон. Нормально. Зашел я в комментарии. И комментариев пока нету. Но с удовольствием. Может быть отвечу на ваши вопросы какие-нибудь. Если они у вас есть. Ну а если вопросов нет, то все здорово. По-прежнему не удалось мне найти составы команд. Думаю, уже к следующим играм состав у меня будет. Тихонов набирает по флангу. У него мяч отбирают. Но он не согласен с тем, чтобы просто так мяч потерять. И Тихонов набирает во фланг. Борется корпусом. И защитник выбивает у него мяч из-под ног. Тихонов в центр. Холкин переводит мяч. Заброс вперед. Холкин. Передача во фланг. Здорово в этом эпизоде действует защитник. Сайд корпуса и зарабатывает адреса и команда. Здесь хорош нападающий, прокидывает себе вперед. Нужна ему поддержка. Тихонов в обороне хорош. Отворот. Показывает арбитр. Здесь ошибка и гол. 4-0. Пропустил этот момент. Вратарь, видимо, ошибся. Посмотрим на повторе чуть позже. Как это произошло? Холкин получает мяч из Андре Поля. Играет через дом. Холкин налево. Здесь Тихонов набирает по флангу. И мяч у него выбивают. Тихонов во фланг. В атаке строитель. Хорошую передачу можно забивать. Ну-ка. Холкин. Чуть-чуть в створ ворот не попадает. А такая хорошая возможность была, чтобы расчехлить ворота Камаза. И там уже может поднажать. И недалеко до ничьей. До ничьи. В счете. До паритета. Ну и по большому счету подслушал я немного разговор тренера-строителя. И говорил он о том, что не нужно трястись, бояться чего-то. От вас здесь никто результата не требует. И с этим я согласен на сто процентов, что в таком результате дети в первую очередь должны полюбить футбол. А не гнаться за именно результатом, за какими-то победами. Потому что победы все придут. И главное любить футбол и наслаждаться этой игрой. И чтобы тебя родители переводили на футбол, так скажем, не с палкой. А чтобы ты сам ходил. Чтобы тебе самому именно нравилось. Самое главное. Здесь опасный момент и нарго. 5-0. Фирменная пятерочка. Но он не заслуженный, конечно же. Может быть, и заслуженный. Имеется в виду, счет, по моему мнению, должен быть примерно 5-3, 5-2. Примерно такой. Чуть-чуть в реализации не везет игрокам-строителям. Дальний удар. Городаль провожает мяч взглядом. Остается нам до конца встречи. 7 минут. И читаю я ваш комментарий. Верим в команду. Верим в победу. И строитель 2013 пишет. Эх. Да, понимаю я ваше огорчение. Ваше сожаление. Но ничего, так сказать, не поделать. Сегодня именно КамАЗ чуть посильнее будет. Все правильно, в дальний угол бил. Все правильно. Но, опять-таки, повторюсь, главное в таком возрасте полюбить футбол. Победы придут позднее. Видимо, что активный прессинг используют игроки КамАЗа. И это приносит им определенные плоды. Не дают выйти со своей плавиной поля. Победа не в руку. Если передачу хотел делать, то молодец. КамАЗа. Если хотел передачу, то здорово. Бить отсюда тяжело. Быстрый розыгрыш. Развивается атака. Удар какой. Но это мимо, к сожалению. Но казалось перспективно. Правильно говоря. Хороший отбор от Тихонова. Максима. Передача в центр. Чуть не точная. Здесь падение. И нужно быть поаккуратнее. Бери, Саш. На бровке. Потому что совсем рядом. Оффсайт. Асфальт. И можно получить повреждение. Упав на него. Подача. Можно забивать. Удар поворотом. Нет, все-таки не забивается. Еще один удар. Защитник справляется. И может попробовать убежать в контратаку. Ирком строителя. Тихонов. Набирается у него мяч. И напрашивается передача в центр. Здорово проходит. Удар поворотом. Воротарь. Шикарен в этом эпизоде. И снова воротарь выходит. Забирает мяч. Разыгрывает центр. И отметим, конечно же, игру нападающего. Удар. Воротарь справляется. И офсайт. Отметим, игроков строителя, что, несмотря на счет, играют в настоящий футбол. Не выбивают его. Им на мяч. Здесь свободный удар. От своих в руки взял. И... Ну, тут, думаю, нужно забивать. Уваров. Так. Нужно будет покатить, наверное, на... Вторую. Удар. Гоул! Тихонав! Расчехляет все-таки ворота Камаза. И еще вот становится 5-1. К сожалению, произошло это в концовке матча. Времени уже не хватит для того, чтобы отыграться. Ну, как приятный бонус, можно сказать. Тихонав, в центр. Забирает в руки мяч воротарь и разыгрывает со своим крайним защитником. Заброс во фланг и чуть-чуть не точно. Активная борьба сейчас происходит на втором этаже. И стараются отпустить мяч вниз. Воротарь выходит на выходе здорово. Себя проявляет. И разыгрывает со своим крайним защитником. Передача во фланг и, к сожалению, мяч покинул при его поле. Курсин. Мяу-кау-кау-кау-кау-кау. Ой-ой-ой. О, о! Полощи! Николай, ну-ой-ой. Давай! Мяу-кау-кау. Мяу-кау. Дли сюда. В атаке КАМАЗ, вратарь здорово сейчас на выходе сыграл и забрал мяч. Откровенно сейчас заигрывают команды. Колкин получает мяч с Индриполи и Японии, сейчас друг другу партнеры. И заканчивается встреча. Поздравляем команду КАМАЗ с победой. Счет, напомню, 5-1. О команде строителей не отчаясь, все победы впереди.